Следующий доклад доложит линик Алексея Александровича, кандидат медицинских наук за оценку, называется «Сообщение. Первый опыт в апароскопической париатрической теории в городе Минске». Глубоко, уважаемые председатели, уважаемые коллеги, конечно, сложно после доклада Юрия Ивановича делать свой доклад, потому что во многом он будет перекрещиваться, потому что наши взгляды почти по всем вопросам совпадают. Единственное, я сразу дополню к вопросу Сергея Степановича. Сергей Степанович, еще есть информация о том, что наши казахские коллеги единичные операции, бариатрические, также проводят, но тоже без цифр. Распространенность ожирения. По данным, которые есть у нас, в Западной Европе от 9 до 20% населения имеют массу тела более 30, в Восточной Европе это показатель до 35%. В США 25% жителей имеют ожирение, 50% людей с избыточной массой тела. В России 30% пациентов имеют ожирение, 25% имеют избыточную массу тела. И вот такое интересное я нашел также статью. Среди населения северо-запада России 27% женщин и 15% мужчин собирают ожирение. ВОЗ в 1997 году ввел догадацию индекса массы тела и вообще дефицита и ожирения. Это достаточно известный показатель индекса массы тела, позвольте, на нем не останавливаться. В 2014 году Канадская ассоциация бариатрических хирургов опубликовала результаты в своих данных, где было за 2012-2013 год проведено 6000 бариатрических операций. Как вы видите, 300% рост. И кто являлся типичным пациентом? Это женщина 45 лет, которая пыталась снизить свой вес с помощью физических упражнений, диеты, или у которой при, скажем так, более низком индексе массы тела имеются все критерии метаболического синдрома. Отсюда мы переходим к понятию метаболического синдрома. Это аддоминальное теплоожирение с окружностью талии более 80 см, у женщины более 94 см, у мужчин, также с учетом индекса массы тела. Также есть дополнительные критерии. Это артериальная гипертензия, повышение уровня триглицеридов, снижение уровня липопротеина в высокой плотности и, соответственно, повышение липопротеина в низкой плотности. Гипергликемия натощак, нарушение толерантности в леппозе и один из этих основных признаков плюс два дополнительных подтверждают диагноз метаболического синдрома у наших пациентов. В показаниях операции мы используем стандартные показания. Это индекс массы тела, боли СГК, независимо от наличия сопутствующих заболеваний, и 35 при наличии тяжелых социированных заболеваний. Конечно, поднятая проблема, что делать с пациентами с низким индексом массы тела. Очень приятно, что она все-таки находит свое какое-то решение, потому что действительно пациенты с вроде бы низким индексом массы тела приходят и со словами, что у них есть наличие метаболического синдрома, и здесь думаешь, как с ними лучше поступать. Важным является то, что только 5% пациентов, страдающих метаболическим синдромом, могут стабилизировать свой вес с помощью диагноза. Это не наши данные, это данные наших зарубежных коллег. Мы прошли достаточно длинный путь в подготовке нашей программы в бариатрической хирургии. Мы начали заниматься этим вопросом более двух лет назад. За это время наши сотрудники проходили обучение в университетской клинике Белостока. Была разработана наша внутренняя программа бариатрической хирургии 9-й клинической больницы, которая была в апреле месяце утверждена главным врачом. Разработаны протоколы подготовки и послеоперационного введения пациента. Предоперационная подготовка на сегодняшний день, включая в себя общихлиническую часть, сбор у пациентов всех стандартных анализов, общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, коагулокрамма, липидограмма, заключение терапевта, фиброгастроскопия. Также мы требуем заключение для женщины кинеколога, кремолога обязательно, психолога. Здесь мы несколько находимся на позиции, что если в процессе первой встречи с пациентом мы видим недостаточную готовность пациента, либо, образно выражаясь, пациент ждет от нас золотой пилюли, которая решит все его проблемы, мы обязательно отправляем его на консультацию к психологу. Флюгерография, полисомонография и обязательный предварительный отсмотр анестезиолога. По показаниям выполняется аккардиография, спериметрия, заключение смежных специалистов. Хирургический этап нашей бариатрической программы начался в июле 2014 года. По октябре этого года нами выполнено 59 операций пациентов с ожирением и метаболическим синдромом. Средний возраст пациентов составлял 37. Почти 38 лет. Самая молодая пациентка это 17 лет 10 месяцев. Ей мы выполняли бандажирование. Самый возрастной пациент 65 с половиной лет. Как вы видите, мужчин было гораздо меньше, чем женщин, но при этом мужчины имели гораздо более высокий индекс массы тела. Средний же индекс массы тела составлял порядка 39. Срок пребывания в клинике 4 дня. Распределение операций по виду. Основной операцией, которую мы на сегодняшний день выполняем в нашем центре, это операция слиф резервы. Их выполнено на 29. 16 бандажирование желудка. Мы также стараемся отходить от этих операций. Мы обязательно предупреждаем наших пациентов о том, что бандаж не является пожизненным для них решением проблемы ожирения. И также предупреждаем, что через 6-10 лет мы вас ждем на удаление бандажа. Гастрошенсирование выполнялось 8 пациентам, и гастропликации выполнялись 6 пациентам. Здесь мы включили также не только классические гастропликации, но и разрабатываем в нашей клинике новый опыт сочетания гастропликации с частичной резерцией на джунг. Продолжительность операции. Бандажирование 40 минут, слиф резерцией 95 минут, гастрошенсирование порядка 3 часов, гастропликация около 2 часов, что подтверждает также достаточно техническую сложность выполнения этой операции. Почему мы так долго выполняем эту резерцию? Мы являемся сторонниками дополнительного укрепления механического шва, то есть еще ручным швом. В 100% случаев мы прошиваем вместо механического шва еще ручным швом. Все операции выполняются у нас только лапароскопически, классическое введение тракаров, бандажирование желудка. Мы используем при бандажировании желудка единственная сертифицированная в Республике Беларусь бандажирование французская фирма Гелия Гаст. Слиф резерцию мы выполняем по стандартным методикам. Безусловно, при этом мы также не снимаем вопросы о дне желудка, о гликиса, о последующих возможных изжогах у пациента, о рефлексной болезни у пациента. Но это, опять же, все обсуждаемо. Гастроаппликация. То, что мы сейчас обсуждали, мы также не являемся сторонниками гастроаппликации, но, опять же, экономический вопрос здесь остается достаточно важным, поэтому некоторым пациентам мы выполняем операции гастроаппликации. Шунтирующие операции. В нашей клинике мы выполняем два метода операции. Это мини-грасский байпас и классическое шунтирование на руку петле. Осложнения после бариатрических операций. Я взял эту таблицу из World Wide Review 2011 года. Здесь перечислены все возможные осложнения и нежелательные эффекты после бариатрических операций. Мы столкнулись с некоторыми из них. Прежде всего, это кровотечение. У одной нашей пациентки после выполнения ей гастроаппликации, в раннем послеоперационном периоде была рвота, что вызвало у нее появление синдромного релейса. Эндоскопия, эндоскопический гемостаз. Ну, все, все, в принципе, закончилось хорошо. Несостоятельность линии швов. Безусловно, это очень серьезная проблема. Она очень хорошо, если ее удается выявить ингрооперационно. Тогда это, можно сказать, что даже не является осложнением операции. Но, скажем так, в отдаленном периоде мы не наблюдали у своих пациентов состоятельность линии швов. Что мы наблюдаем периодически? Это глоток, это тошноту у наших пациентов. И мы уже столкнулись у одной пациентки после выполнения ей гастроаппликации, развития витаминных расстройств, что потребовало ее даже госпитализации и проведения терапии в условиях стационных. Послеоперационный период нами были выработаны следующие кинетари, это переоперационное обезболивание. Мы начинаем обезболивание пациента еще до начала операции. Мы назначаем ему за 30 минут до операции габагамму в дозировке 600 мг. И послеоперационное течение у нас также продолжается с приемом этого препарата и с назначением нестероидных противовоспалительных средств. Причем в последнее время нам очень стало нравиться назначение их в суппозитуре, что обеспечивает адекватное обезболивание наших пациентов. По показаниям пациента в сутки находятся в реанимации. Это связано с особенностями нога коза либо операции, если мы не уверены в каких-то наших вопросах. Наличие у пациентов анамнези синдрома ночного окно и пациенты со сверху оживлением, с индексом массы тела выше 45, 100% проводят первые сутки реанимации. Пациенты начинают пить в течение первых 6-8 часов после операции. Мы находимся опять же на позиции по страху технологий у наших пациентов. Рентгенконтроль всем пациентам обязательно провел на вторые и третьи сутки после операции. Мы смотрим проходимость амостомозов, мы смотрим состоятельность всех наших швов. Если это бандаж, опять же, проходимость зоны установки бандажа. И обязательно контроль биохимии крови ежемесячно в течение первых 6 месяцев, затем раз в 3 месяца. На данном сайте представлено как обезет рентгенограмма пациента после выполнения иммунских резекций, рентген до операции. Мы попросили пациента сделать рентген после операции. Результаты. Спустя год после операции здесь мы включили только тех 26 пациентов, у которых прошел год после операции. Как вы видите, наблюдается снижение индекса массы тела. Особенно это наблюдается после, по нашим данным, слив резекции. Происходит и при шунтирующих операциях достаточно резкое снижение. Многие пациенты сейчас вышли на так называемую оплату, но мы знаем и надеемся, что дальше пойдет также у них снижение. Клинический пример один из наших пациентов. До операции он весил 162 килограмма. Через 6 месяцев после операции он потерял 50 килограммов, в зависит от 50, от 112 килограммов. Таким образом, проблема метаболического синдрома является мировой и носит характер неинфекционной эпидемии. В то же время в условиях нашей планеты создана эффективная программа бактериоптических ежедневных. Это безумие. Александр Александрович, есть ли вопросы, коллеги? Меня как вы видите перспективу дальнейшей развития бариатрической хирургии в республике? Основные дня. Сергей Степанович, я считаю, Юрий Иванович нам дает надежду на то, что в бариатрической хирургии мы находимся только в самом начале пути. Более того, мое мнение, что невозможно сконцентрировать всех пациентов в каком-то одном центре, даже в нашей небольшой стране. Развитие бариатрической хирургии должно быть. Будет ли оно? Мы все должны понимать, что бариатрика – это достаточно экономически затратная область медицины. И поэтому, наверное, здесь какую-то компенсацию экономических затрат на лечение этих пациентов нам придется в любом случае перекладывать на наших пациентов. Потому что здравоохранение, к сожалению, в выполнении таких операций, особенно если мы говорим о лабороскопических, о соблюдении метода выполнения операций, они, возможно, не сможут населиться. Спасибо. Еще вопросы? Нет? Спасибо.